Общий объем средств поддержки составил более 4,5 миллиардов рублей. Именно столько в правительстве выделили на поддержку экономики в Крае, рассказывает с трибуны исполняющая обязанности председателя правительства Края Сергей Верещагин. Половина этих средств ушла малому и среднему бизнесу, которому пришлось непросто в условиях санкций. Действовали для них и другие меры поддержки. Это были налоговые преференции в виде льгот, отсрочек и рассрочек по специальным налоговым режимам, по налогу на имущество организации, арендные платежи. Все это председатель правительства рассказал в отчете о работе исполнительных властей в 2022 году. Туда вошла и поддержка участников СВО, строительство метро и дорог, вопросы благоустройства и другие инициативы. Все они лягут в основу работы в этом году, отметил спикер законодательного собрания Алексей Додатко. Мы формируем понимание базы, с которой сегодня мы входим в проектирование и по бюджету, и по приоритетам развития края, и по приоритетам социальной политики на 2024, 2025, 2026 года. Оценить эту работу сегодня на сессию краевого парламента приехал и руководитель региона. И я прошу правительства, поручаю правительству по этим законодательным решениям максимально оперативно принять все необходимые подзаконные документы, с тем, чтобы уже в июле месяце эти решения стали нормой нашей жизни, чтобы жители края могли им этими решениями всецело воспользоваться. Одним из таких решений, которое как раз приняли депутаты, стало упрощение получения социальных выплат. Теперь матерям не придется бегать с документами и стоять в очередях. Часть пособий они будут получать автоматически. Впервые в истории социальной защиты принят закон, который предусматривает, что получателям больше не нужно обращаться с документами в органы социальной защиты. Они видят данные о рождении ребенка, если это двойня или тройня. Они имеют данные, если эта семья ранее получала меры социальной поддержки. Еще одним важным событием для парламентария встало возвращение Анатолия Самкова. Он уже был депутатом в прошлом созыве и теперь занял вакантный мандат в законодательном собрании. До этого он возглавлял комитет по безопасности и защите прав граждан, но такого уже нет. Потому он вошел в состав сразу двух комитетов и теперь будет решать те же вопросы. Что касается пожарной безопасности, это вечная, к сожалению, проблема для лесных регионов. И я думаю, что здесь необходимо и дополнять те законы, которые у нас есть, и безусловно искать новые формы предотвращения гибели не только лесов, но особенно беспокоит гибель людей. Всего же в повестке сегодня рассмотрели около 40 вопросов. Законопроекты касались здравоохранения, образования и экологии. Алена Крашенинникова, Андрей Ткачук. Новости Прима.